Ребят, всем привет! У нас сегодня понедельник. Поздороваешься? Всем привет! Мы с Милашкой сидим, балдеем, отдыхаем. Да, Коша? Милаша у меня дома, на умных каникулах. И Артемчик у меня дома тоже. У нас дистанционное обучение началось с понедельника сегодняшнего дня до 6 декабря. Так что старшие детки у меня дома. Захарочка, мы увели с утра в детский сад с Мишей. Мы сегодня, кстати, отнесли кормушку. Хотела вам поснимать, какая кормушка получилась у Миши, но забыла. Потом, может быть, в детском саду, когда они ее развесят, вот эти вот кормушечки развесят на площадках детских, я вам покажу, какую кормушку мы сделали. Такая прикольная получилась. Мы с утра уже съездили по делам с Мишей, съездили насчет нашей однушки. Съездили, отвезли монитор от компьютера, сдали в ремонт. Немножко что-то у нас. В общем, какие-то неполадки с ним. Сейчас сидим с кошечкой, с моей киса. Наверное, пойдем сейчас немножко позанимаемся. Каникулы, каникулы. Позаниматься нужно. Так, ребят, сегодня у нас, значит, по плану, что уборки никакой не будет, готовки никакой не будет. У нас есть, что покушать. Дома, в принципе, чисто. Да, сынок? Уборки не будет? Уборки не будет, и готовки тоже, наконец-то. Сынок прикалывается. Просто когда у нас уборка, сыночек мне обязательно помогает. Ну, конечно, не всегда, но чаще всего. Я приучаю своих детей к труду, приучаю к уборке, приучаю к порядку. Они протирают у меня пыль, пылесосят. В общем, думаю, что каждая мама, наверное, приучает своего ребенка к порядку, к какому-то труду. И считаю, что это вполне нормально. Да, доченька? А кто-то у нас не любит убираться. Кто не любит убираться? И все перекидывает в итоге на меня. Да. Кто не любит убираться, доченька? Ты не знаешь? Наверное, я. Наверное, ты. Да, вот Милашка в шоке у нас. А вот Захару даже сложно. Он, например, поиграть в игрушки, ему сложно за собой убрать все игрушки в коробку. Милашка прям вообще не в меня. Да я целыми днями могу бегать со швабрами, с тряпками и со всем прочим. Артемка, конечно, у меня умница. Он мне очень сильно помогает. Артем всегда помогает. Это прям мой главный помощник. Я такой. Да, умничка. Кстати, раньше у Артема были такие вот... В общем, тяга была к готовке. Он у нас готовил. Причем сам готовил. Что ты, сынок, к нам готовил? Я уже сейчас... Лагман, да? Картошку по-королевски. Картошку по-королевски. Что еще было? Салатики какие-то. В общем, была у него такая тяга к готовке. Сейчас почему-то прошло все. Хотя у него довольно неплохо получалось. И очень даже меня прям это радовало. Была такая вот у него интерес. Такой вот был к кухне. И даже были такие мысли, что, возможно, он свяжет свою дальнейшую профессию с чем-то с таким вот, с кухней, с продуктами. Ну, в общем, может быть, поварское дело какое-то. Но сейчас как-то у него все это притупилось. Хотя получалось очень даже неплохо. Да, сынок? Не нравится он же готовить тебя? Не знаю. Может быть, как-то ничего не сделаю. Может быть, что-нибудь сделает, говорит. Ну, так вот, если, допустим, его позвать, пригласить на кухню, чтобы он, допустим, мне помогал, он с удовольствием поможет что-то порезать, почистить, что-то сделать. В этом плане он молодчинка. Чего не могу сказать вот об этой красотке. Какая красотка? Это крыса. Девчонки, не обращайте внимания. Брат с сестрой. Артем. Ну, ты хоть на камеру, ты хоть на камеру, ты не болтай такое. Девчонки посмотрят и ужаснутся, скажут, что-то что такое. Скажут, нормальный процесс. Вот такой вот у нас сегодня. На позитиве мы, на шутках, да, начало влога. Ладно, девчульки, пока убегаю. Встретимся немножко позже. Итак, обращаюсь вежливо. Те, кто не подписался, пожалуйста, поднимите руку. Просто поднимите. Те, кто не подписался, считай до трех. Раз, два, три. Подняли? Отлично. Держите, держите. Не отпускайте. Хорошо. Девчонки, чем сейчас занимаюсь? Пока есть у меня свободное времечко. Раскрашиваю свою картину. Сейчас я вам покажу, сколько я уже раскрасила. Ну, чуть-чуть, конечно, совсем. Не всегда хватает времени. Видите? Такое увлекательное занятие. Очень мне нравится. Это, кстати, моя первая картина. Я уже покупала картины, но детям брала такие небольшие размером. Пробовала тоже у них немножко раскрашивать. Лично моя, вот конкретно для себя, я купила в первый раз. И очень-очень мне нравится. Прям балдею. Еще хочу попробовать картины. Которые выкладываются стразами. Но это попозже. Сейчас сначала эту закончу. Но я думаю, что я еще обязательно себе куплю. По-любому. Куплю себе еще одну какую-нибудь. Такую вот именно разукрашивать, раскрашивать. Так здорово, так интересно. Мне прям нравится. Вот. Миша у меня уехал на работу. Ему нужно было ненадолго съездить. Сейчас приедет и поедем с ним на большую закупку продуктов. Нужно хорошенько подзакупиться. Может быть, кое-что уже к Новому году даже прикуплю. Ну, из такого, знаете, там какие-то, может быть, баночки, там горошки, да все такое прочее. Может, какие-то шоколадки. Ну, в общем, посмотрю, где какие акции есть в магазинах. Посмотрю. Так. Я уже, кстати, девчонки, начала потихоньку составлять новогоднее меню. Накидываю себе кое-какие продукты, рецепты. Вот. Пока не буду ничего говорить. Может быть, оно, конечно, у меня еще 20 раз все изменится. Вот. Но несколько рецептиков таких вот там салатов, закусок я уже присмотрела, записала себе, выписала рецептики. Вот. Наверное, буду готовить. Такое вот что-то из такого, знаете, вот, что готовят все, например, там оливье, винегрет. Я готовить в этом году не буду. Единственное, буду готовить шубу, селедку под шубой, но по новому рецепту. Оливье в моем доме в этом году, на этот праздник, не будет. Не хочу. Надоел. Вот так вот уже наелись у этого оливье. Хочу что-то интересное, что-то новое. Вот. Так что подбираю рецепты интересненькие. Единственное, что знаю, из горячего, это точно будет у нас мясо по-французски, из горячего, и утка. Мы обязательно будем готовить утку. Вот. Вот. Будет два горячих таких вот блюда у нас, мясо по-французски и утка. Никаких курей. Мы за год тоже, опять же, наедаемся этих курей, уже надоели они. Вот. Ну, говядину, соответственно, кушать нельзя. Вот быка. Поэтому у нас будет вот со свинины мясо по-французски и уточка. Ну, наверное, естественно, как обычно, я приготовлю, скорее всего, холодец. Ну, наверное, будет холодец. Вот. И, в принципе, много, очень сильно много наготавливать я не буду. Вот. Будет, наверное, три, может быть, четыре салата. Две закуски. Я так себе распланировала. Вот два горячих и какой-то гарнир. Скорее всего, будет это картофельное пюре. И, возможно, это будут овощи для меня. Вот. Что-то такое полегче, чтобы не картошка. Овощи я люблю паровые. Люблю немножко такие на сковородочке припущенные. Вот. Цветная капустка. Брокколи. Вот такое вот люблю фасоль. В общем, посмотрим. Еще пока, конечно, окончательное меню я не утвердила, скажем так. Но уже набрасывать начала для себя. Так что делитесь, что будет у вас в новогоднем столе. Что вы обязательно готовите в Новый год. Кстати, еще будет обязательно у меня рулет из лаваша. Хочу приготовить рулет тоже по новому рецепту. Я готовлю по-разному рулет. И с начинками, и с крабовыми палочками, и с колбасой как-то делала колбаску. Внутрь там морковочка по-корейски. В общем, разные вариации есть этого рулета. Но вот у меня в этом году и нашла я новый рецептик. В общем, хочу еще такой рулетик сделать. Обязательно, наверное, не наверное, обязательно, обязательно будет на моем новогоднем столе сыр. Я очень люблю сыр с плесенью. Прям очень люблю. И когда он в сочетании с виноградом. Я сейчас говорю, у меня прям слюна идет. Очень люблю сыр с плесенью, с виноградом. Так что это тоже будет обязательно, как такая закуска. Так что пишите, что на вашем столе новогоднем обязательно будет. Что вы всегда готовите. Какие ваши любимые блюда. Ребят, мы приехали с магазина. Значит, мы были в магазине Евроспар. Закупили немножко продуктов. Но продукты девчонки и мальчишки мы купили, знаете, такие, значит, не то чтобы на хранение что-то. Или, знаете, закупают мясо, колбасы, сосиски. Мы купили такие продукты, вот сегодня конкретно, которые вот нам вот сесть и покушать, да, грубо говоря. Сегодня, не стали у нас сегодня, не стала я сегодня смотреть, значит, баночки всякие, горошки и все прочее. Это я буду покупать в другом магазине, не в спаре. Вот, и не сегодня все-таки решили. Побыстренько мы забежали, купили там себе вкусняшек всяких. Вот, и, в общем, сейчас покажу, что мы взяли. Так, мы взяли, сейчас я вам покажу, во-первых, чек. Нам пришлось, кстати, пробить два чека. Нам дали два вот таких хлебушка. Он идет за один рубль. Если покупаешься, там, допустим, на какую-то определенную сумму, то он идет за один рубль. У нас вышло два таких хлеба и пришлось нам пробить его разными чеками. Значит, в одном чеке такой хлебушек и в другом. Так, значит, что у нас тут вышло? Сейчас я, девчонки, у меня чек. По одному чеку у нас сумма вышла... Так, сколько у нас вышло? Ого-го, итого, так, 1989 рублей. Это вот у нас один чек. Да, и второй чек. И второй чек у нас вышел на 315 рублей. Это вот, повторюсь, взяли такие продукты. Мы не брали ни мяса, там, какие-то там крупы или что-то, сосиски, колбасы. Этого мы не брали в этом магазине. Взяли чисто вот такое, что нам хочется сегодня покушать. Вкусняшки какие-то. Деткам кое-что. Фрукты и овощи взяли. Вот, значит, что мы взяли? Мы взяли помидоры, немножко, мы берем по чуть-чуть, вот 4 вот таких вот крупненьких помидорки. Значит, взяли мы немножко, немножко, не немножко, взяли 3 авокадо. Я очень люблю авокадо, прям обожаю. На завтрак делаю такую, знаете, как пасту. Вот, и на хлебушек с солью, с перчиком, на хлебушек или на хлебец. Вообще вкусняшки нам на завтрак, самое то. Так, значит, взяли яблочки. Немножко яблочек. Миланка у нас любит очень яблоки. Прям очень любит яблоки красные. Взяли 3 груши. Это тоже у нас Миланка очень любит груши. Так, взяли немножко картошки. У нас картофель закончился, кстати. Я вам рассказала, что мы покупаем картошку мешком. Один или два мешка спускаем, значит, в подвал, в яму, да, в гараже у нас там она хранится. И когда нам нужно, мы набираем. Вот у нас закончилось, надо будет покупать этот мешок картошки. Пока взяли вот немножко. Взяли киви. Так, что мы еще взяли? Взяли две сметаны. Это их фирменная сметана, спаровская, вот такая, вот, по 39,90. Две штучки, это Захарик. Лимончик один, чаек пить. Так, что еще взяли? Взяли мандаринки. Тоже вот чуть-чуть в бетворе. Я фрукты вообще не кушаю, поэтому у меня они как-то... Что ж, и что ехали? Бананов немножко взяли. Бананов, кстати, я могу покушать. Люблю, когда они вот такие зеленоватые прям. Не люблю, когда перескевшие бананы. Вот именно такие, чтобы тверденькие были. Так, немножко взяли огурцов. И взяли сахар. Один пакетик сахара. И вот здесь вот у нас вкусняшки. Значит, взяла я вот такие вот... Сейчас я вам скажу, как это называется. Это называется рулетик с начинкой шпинат и сыр. Мы такие ни разу не покупаем. Мне прям захотелось попробовать. Хотя я и на диете, девчонки. Но слопаю одну штучку с удовольствием попробую. Мне вообще очень нравится, как вот в спаре готовят. Выпечка их, их салаты. Ну, в общем, все, что они готовят, мне очень нравится. Прям классно, зачетно они готовят. Так, взяли у меня, значит, кончики берлинские в шоколадной глазури. Вот такие вот четыре штучки в детворе. Беленький и темненький. Детки с удовольствием покушают. Так, еще один хлебушек такой вот. Так, что мы взяли? Мы взяли, значит, киндер пингви. Вот такие вот эти... Что это у нас? Ну, пироженки. Нелашка уже свой слопала. Вот две штучки осталось у Артемчика и у Захарика. Взяли мы роллы. Нелашка очень захотела роллов. Вот мы взяли в спаровские роллы. Так. Взяли два салатика. Буквально вот по чуть-чуть. Это вот то, что мы сегодня на ужин покушаем. Здесь, значит, у нас салат Ташкент и салат Цезарь. По чуть-чуть. Вот так. Взяли два кусочка пиццы. Тоже спаровская. Это у них очень классная пицца. Мне прям нравится их пицца, как они делают. И она очень, кстати, пользуется спросом. У них всегда покупают. Это пицца с курицей по рецепту спар. Что, сынок? Заходи. Вот. Два кусочка. Здесь в этой коробочке два кусочка. Это Захарикова. Он у нас очень любит пицца. Так, взяли бархатное пиво. Немножко. Так. Одну бутылочку молока взяли. У нас, в принципе, молочко есть, но вот взяли одно. Что, сынок? Еще, еще. Артем мы взяли шауруму со свининой. Захарка будет пиццу. Темка шауруму. Дать тебе? Так. Это, значит, я взяла кролом соус Цезарь. Хотя он в салат идет, но я с ровными буду кушать. Тут нам дали, значит, что еще. Сольный соус кролом. И я взяла кусочек сыра бри. Мягкий сыр с плесенью. С белой плесенью. Я очень люблю сыр с плесенью. И с белой плесенью, и с голубой плесенью. В общем, с любой плесенью. Очень люблю. Единственное, что я не купила виноград. Ну, ничего. Я и без винограда с удовольствием скушаю. Я прям очень-очень люблю сыр с плесенью. Вот. Ну и все, в принципе. Да, тут у меня палочки. Вроде бы я показала вам все. Да, значит, что? Сумму я вам озвучила. Тысяча девятьсот по одному чеку и триста пятнадцать по другому. И еще, девчонки, мы заехали в пункт выдачи совместных покупок. Я забрала свой заказ. Сейчас посмотрим, что у меня тут пришло. Сейчас посмотрим. Я заказывала маски тканевые корейские. И заказывала пудру для жирной кожи с расширенными порами. Это как раз-таки мой случай. У меня жирная кожа и глубокие расширенные поры. Вот я заказывала пудру. Сейчас посмотрю. Так, вот они, значит, масочки. Вот такие вот. С алоэ. Что тут еще? Так, 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 так. А тут я вообще на русском-то есть. Да, есть у нас. Ласточкино кнездо. Вот такая масочка. Это с томатом. Так, что еще? Со слизью улитки. Алоэ еще раз. Это на основе молока масочка. Так, это что у нас? Что это у нас? Сейчас посмотрим, девчонки. Это, по-моему, медовая. Нет, это со змеиным ядом. Со змеиным ядом. Это с гранатом. Так, что еще? Еще раз улитка. Еще раз алоэ. Я вообще люблю, кстати, девчонки, маски с алоэ. Мне очень нравится, как они увлажняют кожу. И арбутин. С арбутином тоже классно работает маска. Вот. Так. А, и пудра. Сейчас посмотрим пудру. Пудра, 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 пудра. Меня, конечно, больше... Ой, чуть не уронила. Больше всего интересует. Какая она. Вот такая прям белая-белая, очень белая пудра. Посмотрим. Посмотрим, как она будет работать. Но я так подозреваю, что ее... Я ее, конечно же, буду носить не пуховкой, которая здесь вот в комплекте идет, а кистью. Я так подозреваю, что на коже не будет видно вот этого белого эффекта, этой белой маски. Скорее всего, это прозрачная пудра. То есть, когда ее наносишь, она создает такой прозрачный эффект. То есть, не видно ее. Я попробую, потом вам обязательно расскажу. Ну, все, в принципе, вот такие вот покупочки у нас были. Девчонки, я, кстати, продолжаю свое похудение. Так, не обращайте внимания. Там у меня, где... Вон там. Вон там стоит метелка. Не смотрите на нее, смотрите на меня. Я продолжаю свое похудение. Сегодня на весах у меня было 78-900. Прям я очень счастлива и довольна. И я даже вижу уже по своим вещам и вообще по себе, что я начала сбрасывать вес. Не знаю, конечно, заметите вы или нет. Но я прям вижу и по нижнему белью. Девушки меня поймут. Первое, что у нас худеет, это грудь, как ни странно. Да? И я прям замечаю уже по своему нижнему белью, что я начала худеть. Сдуваться начала, что не может не радовать. Очень я рада. Девчонки, я перебежала уже в другую комнату. Так, значит, что по ценам я вам сейчас быстренько пробегусь. Хлеб, значит, каждый хлебушек нам обошелся за 1 рубль. Роллы нам вышли на 314 рублей. Так, значит, что еще? Пиво 144,90. Два кусочка пиццы на 158 рублей. Так, молоко 20... Ну так, молоко, молоко, молоко. Сколько у нас молоко? Молоко 59,90. Нам оно обошлось на 25,60, потому что мы с картой покупали. Так, сметана спар 79,80. Это две штучки. Пирожное бисквитное. Это вот Kinder Pingwi показывала вам на 106 рублей. Так, 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 так. Шаурма со свининой 99 рублей. Сахар, сахарный песок 44,30. Сыр мягкий бри 129,90. Так, рулетики с начинкой. Это которые вот со шпинатом 120 рублей 75 копеек. Пончики берлинские 84,90. Соус Цезарь, вот этот вот маленький, 25 рублей. Дальше хлеб, это второй уже хлеб за рубль. Огурцы короткоплодные 67,45. Лимон. Лимон у нас вышел на 14 рублей. Бананы на 45,30. Картофель на 46,98. Томаты тепличные 83,03. Яблоки Айдорет 80,70. Мандарины 44,39. Киви 41,15. Авокадо, значит, вышел нам на... На сколько нам вышел авокадо? 239 рублей. Ого. Так, груша. Какая груша? Дивиджи. Что за груша? Дивиджи. На 50 рублей. Девчонки, это я вам говорю, значит, цену. Это на сколько нам вышло. Все вот это, значит, здесь по чеку 1989 рублей. Девчонки, я уже пришла, сходила, забрала Миланушку. У нас сегодня была на английском. Кстати, у нас кружки работают в прежнем режиме. Дети, хоть и на дистанционке, но кружки работают в прежнем режиме. Что не может не радовать. Слава Богу, хотя бы кружки будут работать. Но, что тут у меня? Но, вот, спортивная секция у Милашки, а легкая атлетика тоже дистанционно. Это плохо, конечно. Сейчас посудку помою, пока у меня Миша в душ ушел. Помою посудку. У меня здесь немножко в раковине есть. И, девчонки, сегодня я буду кушать. Вот, буду кушать, признаюсь. Я, во-первых, уже немножко по времени, скажем так, я кушаю до 6, но сейчас уже как раз-таки 6 часов. Вот, немножко просрочила свое время и хочу я сегодня роллов немножко поесть. Сегодня поем, завтра не буду. Стемка у нас гулять ушел. Вот, в торговые центры нельзя без сопровождения взрослых. Ну, так просто на улице можно находиться без взрослых. Пошел он немножко погулять. Вот, немножечко проветриваться. Он сегодня занимался через интернет. Так что, пускай немножко сходят в мозги свои проветрят. Вот. Завтра хотим съездить на Волгу, проверить, как там дела. Вот, и что еще? Ну, в общем, там что-то... Что-то Миши там надо было, не помню уже. Или не надо было. В общем, просто так съездим. Мне кое-какие вещи надо туда отвезти, чтобы были там. Вот. Проверим, все ли там хорошо. У нас, конечно, уже очень холодно. Прям зима-зима. Хотя снега очень мало. Прям вообще мало. Он есть, конечно, на такой, знаете, там, не знаю, миллиметра два снега. Но мороз такой хороший. Прям сегодня минус 11 было. Вот. Так что зима к нам уже пришла, можно сказать. Еще бы снега побольше. Вообще было бы отлично. Съездили в гараж. Захарику привезли уже снегокат. Прям он уже ждет, когда он поедет в детский сад. Мама, конечно же, будет лошадкой, его будет везти. Вот. Такие дела. Так что сейчас я вам помою посудку. И мы будем кушать вкусняшки. Я съем немножко ролок и даже сегодня выпью стаканчик пива. Да. Позволю сегодня себе. Завтра. И завтра опять на себе диету. Ну, бывает у меня такое, что я когда вижу, что у меня хороший результат. Я могу немножко дать себе слабину на один денек. А потом опять все, ладно, начинаю. Вот такие дела, девчонки. Сегодня вообще, если честно, ничего не делала. Хотя на меня это, конечно, не похоже, чтобы я ничего не делала. Не готовила, не убирала. Особенно не убирала. Но я вот сегодня, девчонки, такой ленивый. Опять у меня день какой-то был. Ничего не стала я делать. Ну, у меня, в принципе, и дома-то было и не грязно, все чисто и наготовлено. Поэтому расслабилась немножко. Завтра надо будет мне готовить. И завтра я хочу попробовать булочки испечь. Нашла рецепт. Хочу попробовать испечь булочки. И все-таки хочу я с этим вот тестом добить. Манное. На манной крупе. Я все-таки добью его. Попробую еще раз. Купила хорошую муку. Купила хорошие дрожжи. Так что буду пробовать. Посмотрю. Может быть, либо булочки завтра попробую испечь. Либо вот как раз-таки вот этот хлебушек. Вот такие дела, девчонки. Так что будем мы сейчас кушать. Я на сегодня, девчонки и мальчишки, на сегодня буду с вами уже прощаться. Увидимся обязательно с вами завтра. Всем добра и пока-пока.